Спонсор этого выпуска интернет-магазин Fan365.ru. Стилизованные кружки и футболки для тех, кто играет в мир танков. Кроме всего прочего, у интернет-магазина сейчас в группе ВКонтакте проходит конкурс «Не опоздай на раздачу слонов». Все ссылочки в описании прямо под этим видео. Перед вами предстанут боющие уроды. Да-да-да-да. Для уродов нет плохой погоды, уродов не хватает на огненную воду. Для уродов нет плохой погоды, уродов не хватает на воду. Сантехник Доброй передачи в мире животных Которая рассказывает про Всякие живности Населяющие планету Мира танков Итак, 20 место Да-да, сегодня у нас горячая двадцатка Ребята, более чем получасовой марафон Поэтому присаживайтесь поудобней 20 место Двое участников из клана Ко-ко-ко Это клан Очко Да, ну куда же без них Итак, двое Несмотря на то, что у одного из них 17 целых процентов побед У второго 27 Почему-то не мешают своей команде Но они, очевидно, забыли Про то, что они включили автокликер Который продолжает Загаживать всю атмосферу На планете и, в общем-то Мешает все-таки, тем не менее, команде Но, тем не менее, они решили В этот раз потащить Один из них набил даже целых 3 фрага Вот тебе уроды! На 19 месте у нас двое участников Один из которых очень любит, когда у него что-то растет на лбу Давайте посмотрим внимательно, что он написал И что будет происходить дальше Второй, не самый адекватный товарищ в этом бою Который прислал мне этот реплей Играет на FV215-183 Тщательно сводится, но у него не проходит альфа И он практически выносит в ангар 140-ой объект, который любит поболтать в чате Ну, давайте посмотрим, чем завершится Такая вот интересная разборка Двух таких ребят, двух одиночеств, которые нашли друг друга 183-й отъезжает назад, очевидно, для того, чтобы занять позицию Но видит, что 140-ой почему-то обиделся Он едет на 183-го 183-й пытается его затаранить Но 140-ой не разводится на эту всю фигню И отъезжает назад Ну, в ответ, разумеется, он отправляется в ангар Метким выстрелом 183-го Ну, казалось бы, инцидент вроде бы исчерпан Ибо нефиг писать чат всякую ерундистику Но нет, 183-й решает проявить инициативу Проявить, показать, какой же он все-таки классный чувак И произойдет это прямо сейчас на ваших глазах Здесь ему на глаза попадается ПТ-шка Которая, в принципе, ничего такого особенного не сделала Он решает, ну, почему бы не сделать что-нибудь совсем плохое Отправляет ей бронебойные в корму И тем самым отправляется в автобам Ну что ж, давайте к следующему участнику Вот ты уродик На 18-м месте у нас игрок с ником 0дамага 100% Интересный, кстати, ник характерно отражает его политику, его действия Он выбрал себе мишенью светляка Т-71 И фактически весь бой ему мешает Я долго думал, почему же он именно светляка выбрал себе объектом наслаждения такого Но я так потом подумал, что, наверное, все-таки он выбирает самого лучшего игрока в команде И начинает к нему приставать Не просто так, у него такой ник И обратите внимание, вот если бы я был на его месте Слава богу, что я не на его месте, конечно же То я, наверное, просто заколебался бы преследовать одного и того же союзника Чтобы мешать ему Я, может быть, поехал бы там, кого-нибудь пострелял Что-нибудь посветил бы Нет, у него главная задача Это уничтожить того, кто опасен для команды красных То есть фактически 16-й игрок в противоположной команде А наша команда, то есть союзная зеленая Остается 14-ю игроками Ну, ладно, посмотрим, чем все завершится Потому что команда союзников проигрывает 71-й здесь что-то пытается кого-то крутить Где-то настреливать При таком-то вот естественном раздражителе Ему даже удается что-то там настрелять и даже кого-то уничтожить Но недолго музыка играла Понятное дело, их обоих уничтожают Буквально через полчаса Этот бой прислал мне совершенно другой человек На Е25 И здесь кого бы мы тут не увидели Кого бы мы тут не встретили Ха, тот же самый Т-37 занимается все теми же самыми делами И опять-таки с лучшим игроком из команды Ну, понятно Короче, таким вот образом он сливает себе статку Ну, в общем-то, что-то не очень хорошо у него получается До очкистов ему далеко 37% побед у нашего товарища Но я думаю, что это какая-то заявка Какая-то агрессия Какая-то партизанская война с игрой Ну, по-моему, вообще не с игрой, а со своим собственным мозгом Вот уроды 17-м местом у нас ограничивается злой артовод Который в начале боя пишет, что он будет стрелять по всем тяжелым танкам, которые не поедут в ущелье Да, у него действительно хорошая статистика у этого артовода Но возникает странный вопрос Если ты такой классный игрок Ну, бери соответствующую технику И катайся, что ты указываешь кому-то, куда ему ехать Тем более, что именно на этой карте можно поехать не только в ущелье Можно поехать туда, куда отправился наш товарищ на Е5 Но, тем не менее, артовода это не устраивает Он едет карать Е5 Так как первым выстрелом он промахнулся Он приближается к нему Но вот беда у этого Е5 Оказывается, еще и союзник тоже на арте И тот, видя все сверху, что вот такая ситуация развивается Уничтожает этого неадекватного артовода Далее начинается самое интересное Плач в чате Какие все кругом раки Как они не умеют играть И какой он крутой нагибатор Выдает позиции того самого артиллериста Который его убил Рассказывает, что Е5 там вообще поехал не туда Е7 поехал не сюда А вот он, а вот там сям Ну, короче, короче, вы понимаете У чувака явно раздутое самомнение До размеров, как минимум, луны Он считает, что он самый главный в бою Раз вот он так сказал, значит так и быть должно Хотя, те же-то не поехали по центру Ну, не поехали они бущили Поехали на гору, там тоже можно пользу принести Вполне себе нормальное направление И прикрывать его задницу тоже никто не обязан Не самый удачный бой в истории этого Буратоса Сначала он попадает на Химмельсдорф Потом он приезжает в ПТ-режиме к противникам Ну, никого не встречают, всех разбирают по дороге А потом он натыкается на союзника Который тоже не против взять базу И тем самым Буратос так с нулем урона И отправляется в ангар бедняга ИС-6 пишет, что ему нужен захват базы Но, как бы, все бы ничего, если бы не одна фраза в чате Просто, это просто хит Сейчас читайте, вот сейчас, вот сейчас читайте Это причина, почему ИС-6 убил Буратоса Ну, на самом деле, да, причина очень сильная Зафига, правильно, зачем арте захват базы, правильно? Он же ИС-6 важнее Это же не танк с броней, правильно? То есть, можно постоять, побрать базу Хотя противников осталось там всего до ничего Ну, что ж, вот такое вот 16-е место Вот уроды 15-е место И прежде чем объяснить, что тут не так Я расскажу предысторию этого боя К горе поехала практически вся команда С правой стороны остались только наш статист на ФВ-4202 Из топового клана Кленовых И Ваффентрагер Которые, собственно, они вдвоем там держали практически все силы Которые на них наступали В итоге Вафля там погибает 42-ка уезжает в центр Потому что в центре тоже никого нет И ведет перестрелку с огромным количеством противников Которые его с разных сторон пытаются развести В итоге он там теряет практически большую часть прочности Одним единственным попаданием от 261-го объекта ББшкой тот в него пальнул И ситуация становится для него критической С одной стороны враги, с другой стороны враги Но тут надо же такому случиться Засвечивается тот самый 261-й, который в него стрелял Немного поразмыслив, он сдает назад И накидывает 261-му И сейчас все самое интересное и начнется 261-ю зачем-то откатывается И попадает под выстрел 42-го И начинается То самое, о чем бы я так грубо бы не выражался Но на самом деле это галимое нытье Этот чувак с ником Воин Он хочет Воина Он на ИС-7 настрелял 5 фрагов И он хочет Воина Эта медалька дрочества Вот это вот На самом деле до добра никогда не доводит 42-ка уничтожает Т49-го, который находился у него в корме ИС-7 ругается, кричит Ну ты такой, ты шикой Ты мне Воина не оставил Воина можно оставить, когда остался один противник Я могу это понять Но когда их еще много Нефиг оставлять никаких Воинов Надо воевать Чтобы взять Воина, нужно попотеть Нужно его заработать А не заниматься фигней полбоя И добирать шотных там противников В итоге Як-ПЗ Е100 уничтожает нашего ФВ-4202 Несмотря на то, что захват уже начался ИС-7 кричит Спасибо, спасибо, чувак Ты же такой классный Ну и как вы думаете Каковы успехи нашей зеленой команды? 4202 единственный Кто мог более-менее быстро добраться До захватчиков Да, тут накидывает арта Сбивает базу Но ИС-7 не хватает немножко времени Ни на Воина, ни на Победу А в продолжение истории Великолепное ПВП На Типе-59 играет Статист из клана Конец У него 64% побед на этом танке Против него Супер Першинг С 42% побед на этом танке Давайте посмотрим, чем все завершится Я знаю, что статистов многие ненавидят Ненавидят за то, что они стоят в кустах И настреливают дамаг Они не ведут команду к победе И так далее, и так далее Но это не тот случай Абсолютно фуловый Супер Перш Против уже пошатанного достаточно Типа-59 Давайте посмотрим, чем все завершится Чуть дальше катка Там, где находится боекомплект Супер Першинга И еще один выстрел туда же Как видите, прицел двигается очень плавно Никакой ванги тут даже и не снилось Немного покачивается сам круг сведения Это говорит о том, что у игрока Включен самый обыкновенный серверный прицел Далее, слегка откатываясь Перш потратил ремку И уже его добивают Просто уже поставив на каток Ну, давайте посмотрим, чем завершится Это ПВП Понятно, что Супер Першинг уже никуда не съедет И никуда не денется Поставили его на гуслю и разваливают Чистая победа Просто Флауэс Виктори Никак не иначе Но здесь начинается самое интересное Ты читер, у тебя читы Ты мне в гуслю попал, ты понял? Баки, гусля, двигатель Странно, даже удивительно А ничего, что он прицеливался Именно в баки, в гуслю и двигатель Ну, для этого же нужно обладать 64% побед иметь, наверное На танке, а не 42% И сваливать все потом Можно на вот такие вот Свои неудачи Даже в треню вызывать бесполезно Потому что абсолютно понятно Чем закончится такое ПВП Ну, да, да Вот именно так Читы Ты читер Если я проиграл, значит ты читер Не потому, что я не умею играть А потому, что ты читер Если ты садишься играть в шахматы Ты с гроссмейстерами ему проигрываешь Разве Разве непонятно, почему ты проиграл? Наверное, потому, что гроссмейстер Читер Он владеет какими-то читами А может быть, потому, что все-таки У тебя не хватает чего-то Вот А теперь самое интересное Он признается в том, что он сам Оказывается читер Он все эти читы видел Они нифига не палевные Да, да, да Именно так Вот поэтому Я вам и предлагаю Все-таки рассудить И подумать Кто, что все-таки На самом деле Виноват А кто прав На 13 месте У нас обидчивый борщ Вместе с своим Собзводным На Т-37 Ну, вроде тут даже ФЦМ не подтолкнул Он просто помешал Проехать там чуть-чуть Борщу надо было взять Чуть-чуть левее И просто Поехать дальше Не надо было даже Заострять на этом Внимание Но он решает Что такого вот ФЦМа надо наказать И несмотря на то Что сзади его там Кто-то подталкивает Он уже не обращает Внимания Второй выстрел По ФЦМу С поджогом Тут присоединяется Т-37 Взводный борща Сразу же Голубец Первого раза Что говорит о том Что он Конкретный любитель Пострелять по своим ФЦМ, разумеется Начинает стрелять В голубого Ну, оно и не мудрено В голубого Можно стрелять безнаказанно Борщ разворачивается Делает третий выстрел По ФЦМу Тем самым Уничтожая его И отправляется В автобан Надеюсь, что На недельку Потому что С первого раза банят На часик Со второго Как известно На денек Потом вроде как На недельку И так дальше 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 В прогрессии Знаю одного товарища Которого банили на 3 месяца Ну Все-таки Надеюсь Что все-таки Не на денек А на недельку Как минимум Чтобы отдохнул Подумал На 12 месте У нас Опять Система Автоматического Бана Чтобы еще раз Показать И все-таки Может быть Заострить Внимание На проблеме Что она Есть И так Получается Что одна Из артиллерий Вражеских Заныкалась В углу И ждет Ждет Пока к ней Кто-нибудь Приедет Здесь Пацаны Собирают Такой Паровозик И заканчивается Все это Весьма печально Вот так Вот Толкаем Одного Хэвика На другого Заталкиваем Причем Хэвик Вообще Ни в чем Не виноват Он уже Хотел назад Съехать Но Увы Не судьба Дело в том Что его Просто Забанили Вот за Такое Вот Действие То есть Сначала Поголубил А потом Улетел В автобан Я все-таки Думаю Что надо В этой системе Что-то поправить Потому что Совершенно Левые Люди Улетают В автобан Можно Сказать Что Ни за что У него Не было Плохих Намерений Козел Наплодили Уродов Очень Странное Одиннадцатое Место Поэтому Я не стал Никого Здесь Выделять Обратите Внимание На Сообщения В чате Это Просто Супер Наглость То есть Светляк Стоит В кустах На штурме На Карелии И пишет Светите Ему Вафлю Он Стоит ПТ Шит Просто Не он Светит А светит Ему За камушком Стоит Еще Ру 251 Такой же Такой же Балбес Тоже Стоит И ПТ Шит Вместо того Чтобы поехать Посветить Ну В итоге Сами Понимаете Чем Все Закончится Союзная Вафля Стреляет Трижды В Як ПЗ Потом Разворачивается И Свертухи Дает Сначала Одному Светляку По заднице Потом Второго Второму И Напоминает Мне Вот этим Действием Какую-то Злую Бабушку Которая Гоняет Малышню Там Во дворе Которая Хулиганит В общем Светляки Обиделись Обиделись И Вбросились В погоню За Вафелькой Ну Давайте Посмотрим Что Произойдет Дальше Т49 Догоняет Уже Перезарядился Тоже Подъезжает Практически В упор С вертухи Кидает Вафли На 900 Там С копейками Ну Такой Серьезный Такой Урон Если 251 Еще Поехал Там Дальше По своим Делам То Т49 Угомониться Не Решился Вафелька Тем Временем Уже Перезарядка Ее Подошла К концу Она Уже Разворачивается И ждет Что Будет Делать Т49 Ну Разумеется Тот Решил Что Вафля На КД Выезжает Уже Перезарядился Такой И Получает От Вафли По Шарабану В итоге Вафельку Забанили Сказать Кто Здесь Вообще Не Прав В этой Ситуации Ну Я Как бы Не Могу Конечно Это Дело Светляков Чем Им Заниматься С Главное Предназначение Показывать Противников А на Этой Карте Они Могли Принести Огромную Пользу Ну В итоге Как вы Понимаете Дело Заканчивается Сливом Ну Что Поделать Такова Судьба Вот Уроды Очень Забавная Ситуация У нас На Одиннадцатом Месте Но Я Не Стал Никого Выделять Потому Что Ну Потому Что У меня Нет Прямых Доказательств Внимательно Смотрим За Вот Этой Вот Артиллерией Которая Перед Нашими Глазами Проплывает Обратите Внимание Она Ничего Не Сломала Она Ничего Не Задела Она Не Повалила Заборчик Или Дерево Внезапно С ней Происходит Что-то Странное Оп 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 Удивительно Правда Ну а Теперь Давайте Понаблюдаем Вот За Вот Этой ГВ Пантерой Она Как раз Смотрит В его Сторону Странно Не Находите Это Явление Ладно Разворачивается Куда То Там Смотрит Сводится Стреляет Так Оп Опа Нормально Да А арта Ведь вражеская Не светилась Ну ладно Может быть Он По трассеру Ее снимает Ну такое Да Может быть Может он Читер По трассе Снимает Артиллерию Такое Ну да Действительно Может быть Ну вот Он повернулся На союзную Артиллерию Смотрит На нее Внимательно И как Вдруг Хм Удивительно Что бы Это Значило Дальше Он опять Разворачивается Смотрит Куда Вдаль Долго Думает Сводится Стреляет И И Как вы считаете Нормально Да Вот это вот Нормально Что они Вот так вот Попадают Без засвета Артиллерия Вы хотите Вы хотите Сказать Что он По трассеру Вычислил Да Фиг Там Ладно Есть Такая Чит Программа Которая Там Определяет Арту По трассеру И Можно Сказать Что это Читеры Там Паразиты И так Далее Но Это явно Не читеры Первая Артиллерия Которая Была Уничтожена Она Не Светилась Ничего Не Ломала И Не Успела Выстрелить И Подохла Это значит Что По ней Скорректировал Огонь Кто-то Из Союзников Очевидно Вот этот Вот Парень Потому Потому Что Уж Больно Он Как-то Странно Себя Вел Вот Уроды Весьма Дерзкое Поставное ЛБЗ На Девятом Месте Поначалу Ничего Не вызывало Сомнений Парни Нормально Воевали Толком Все Было С Расстановкой Стреляли И Друг В Друга В том Числе Но Под Конец Что-то Происходит Непонятное Сначала Они Перестреливаются Друг С Один из них Проскакивает Вперед И Красненький На него Не обращает Внимания Ну А затем И Начинается И вовсе Фигня Зелененькие Проезжают К базе Красных Добивают Остатки Последних Обороняющихся Сил В то время Как Красные Хозяничают На зеленой Базе Здесь Остается Последняя Собственно Вафелька Ее Здесь Успешно Прикончили Еще 704 Там Светится На горизонте С трех сторон Его обходят Соклановцы Добивают В итоге И Собираются На сейшин Сейшин Это Трое Против Двоих Ну В принципе Одного там Убили По дороге Ну Ничего страшного Теперь Посмотрим Что Они Будут Делать Они Просто Взяли Соточку И Давай Настреливать Ей Заблокированный Урон В общем На Шестерых Я Насчитал Где-то Около 30 тысяч Заблокированного Урона То есть Сотки Сделали ЛБЗ Правда Не с отличием Но Тем не менее Ну Вот Таким Вот Образом Парни Добиваются Себе Объекта 260 Очень Интересный Оригинальный Способ И Самое Главное Не Палевный Ведь Не Видит Никто На Самом Деле А Один Еще Поехал И Базу Забрал Под Конец Наверное База Была Нужна На Восьмом Месте У нас Хулиган 03 На Маусе Начинается Все С Очень Вежливого Обращения К К К К Ну И Собственно Он Получает Симметричный Ответ Третий Давайте Посмотрим Что Произойдет Дальше Ну Для Начала Маус Решает Уничтожить Этого Своего Обидчика Который Посмел Такую Гадость Сказать В чат Хотя Арта Потом Написала Что Я Не Стану В Тебя Стрелять Потому Что Не Охота За тебя Штраф Платить Ну Что Ж Давайте Проследим Как Будут Развиваться События Разумеется Маус Решает Покарать Своего Обидчика И Даже Заряжает Фугас Но Вот Только Зачем Я Честно Говоря Немного Не Понял Потому Что Бронебойным Он Б По Любому Ваншотом Эту Арту Отправил В Ангар У Него Альфа Намного Больше Чем У Ни ХП А так Он Не Пробивает Наносит Всего На Всего 200 Урона И Тут Происходит Маленький Такой Моментик И С Третьей Ваншотом Отправляется В Ангар Путем Выстрела Союзного Союзной Бабахи Ну Не Знаю Уж На Самом Деле Уничтожил Он По Этому Поводу Или Случайно Попал Судить Сложно Но Вот Фульный Маус Который Творит Такие Глупости Мне Честно Говоря Как То Так Немного Смешно Становится Чувака Реально Забанили Ни за что За то Что он Убил Арту Двумя Выстрелами Если бы он Это сделал С первого Раза Ну Максимум Он стал Голубым А так Его забанили И 3000 ХП Псу Под хвост Разумеется Команда Проиграла Вот Уроды В Продолжение Темы Еще один Маус Но На этот Раз Вежливый Обратите Внимание Что Он Пишет В чат Он Просит Прощение Заранее Он Собирается Уйти В бан Ну Давайте Понаблюдаем Затем Как это Будет Происходить Для начала Он Уничтожает Убегающего На всех Парах Артабата Затем Разворачивается И Выцеливает Следующую Арту В принципе Артиллерия На Химмелисдорфе Мало Что Может Сделать Поэтому Он Очевидно Решил Что Вот Надо Арту Убить И Меня За это Забанят Он Убивает Тем не менее Его Не банят Он Голубеет И Продолжает Движение Дальше Это Просто Это Просто Немыслимо Он Еще Пишет Сори Он Пишет Сори В чат Честно Говоря Его Даже Немножко Жалко Но После Третьего Выстрела Его Наконец Забанили Почему Жалко Потому Что Ну Могут Быть Разные Причины Может Быть Какой Срыв Нервный Может Быть Еще Что Которая Не Позволяет Ему Насладиться Любимой Игрой Он Решил Вот Таким Вот Образом С ней Расстаться Ммм Да Печально Вот Уроды И Опять Таки В Продолжение Темы Однако На этот Раз Для Желающих Уйти В Автобан Яга Е100 Пишет С победой Вас Ребята Причем В общий Чат Пишет Явно Красный Красный Недоумевает Что Он Собирается Делать Пока Он Еще Сам Не Решил Что Он Будет Делать Сначала Он Выцеливает Скопление Там ПТ Шек И Тяж И Потом Разворачивается Все Таки На Арту И Одну Из Них Уничтожает Ваншотом Союзники Разворачиваются И Смотрят На Него Что Он Будет Делать Дальше Ну Дальше Собственно Все Понятно Дальше Уничтожение Собственной Долгая Поэтому Он Медленно Ползет Медленно Смотрит На Нее Ну И Разумеется Арта Ничего Не Подозревая Отправляется В Ангар Яга Тут Получает От Союзников С разных Сторон Прячется Здесь За Рельефом Разворачивается Лицом Чтобы Ее Не Могли Пробить Не Понимаю Зачем Она Танкует Союзников Но Вот По Ее Душу Выехал И С Можно Ее Покарать Ибо Голубая Же Вроде Но Яга Его Решает Все Таки Доконать Итого Минус Три Ствола Ну Вот Такое Вот Обидное Поражение Команд Зеленых Просто Из-за Того Что Попался В команде Такой Чел Который Решил Таким Подобным Образом Свести Счеты С Игрой Пятое Место Градус Неадеквата Немножко Повышается Обратим Внимание На Прототипа Который Вдруг Ни с того Ни с сего Взбесился И вдруг Загрелся На Светляка Что Его Сподвигло На Это Честно Говоря Непонятно Потому Что Светляк Сначала Поджался Камушку Спереди Потом Вернулся Возможно Прототипу Не понравилось Что Никто Не светил В поле Может Быть В этом Вся Причина Стрелять По Светляку Сколько Раз Он Уже Выстрелил Он Еще Ни разу Не попал Ни разу Не попал Просто Вот По Практически Не двигающемуся По горизонтали Светляку Ну И вот Наконец Когда Светляк Остановился Разрядить Барабан Все Таки Прототип Уже Наконец То В него Попадает Светляк Понимает Что Дело В общем То Какое Недоброе И Решает Отсюда Смыться Потому Что Ну Потому Что Неизвестно Что Там У Прототипа На Уме Даже Врезается В него Немного Но Тем Не Менее Уходит Прототип Разворачивается Понимая Что Светляка Ему Не догнать Он Еще Пытается Выстрелить Него Напоследок Но Не Попадает Светляк Скрывается За Рельефом Дальше Продолжение Этого Же Боя Т-44 Достаточно Успешно Обороняет Базу Прорванный Фланг Охраняя Своими Выстрелами Уничтожает Одного Нескольких Подранивает И тут Вдруг На него Нападает ФЦМ Который Всю Дорогу Стоял В кустах Он Вообще Ни При чем Тут 44 Была Вообще На Другом Фланге И Приехала Оттуда Практически Полушотная На Оборону База Тянулась Назад ФЦМ Стоял На Другом Фланге В кустах Вообще Не съезжая Ни с одного Места Просто Тупо Стоял В кустах И вдруг На него Накидывается Потом Пишет На него Всякому Матершину Что Ты Такой Секой Не Объясняю В чем Же Дело Ну После Того Как Он Поголубил Светляк Тот Самый Который Был Вначале Начинает Его Расстреливать ФЦМ Разворачивается Гасит Пожар И Добивает Светляка Тем самым Отправляясь В автобан Собственно Светляк Этого И добивался Вот так В одном бою Запросто Может попасться Два Совершенно Независимых Каких-то Ну Крайних Неадеквата Четвертое место Союзный Дикер Макс Не собирался Съезжать С насиженного Места Он просто Стоя На одном Единственном Месте На базе Умудрился Настрелять Пять фрагов И вот Теперь Ему Нужен Воин У него На глазах 34-85 Забирает Двоих И Дикер Видимо Обиделся Обиделся На это Безобразие И уничтожает Таким Вот Образом Союзника Остается Одна Единственная Последняя Арта Дикер Максу Стоит Только Поехать Вперед И убить Ее Арта Уничтожает Одного Из Союзников Остается Только Один Конкурент На горизонте Что же Тут Можно Сделать Как Вы Думаете Конечно Проще Убить Союзника Чем Артиллерию И На что Он Рассчитывал Я не Знаю Наверное На Автобан Но Хочу Сказать Что Впоследствии Вот Этот Забаненный Дикер Принесет Команде Победу Ибо По его Засвету Накинет Союзная Артиллерия И Заберет Этот Бой На Третьем Месте У нас Хитовый Случай Начнем С того Что Супер Першинг Прям В кругу Захвата На Встречке На Редшире С Большим Большим Трудом Разбирает Е 75 И Вот Здесь Набрасывает Союзная Артиллерия В том Числе И Супер Першингу Немного На 123 Всего И Можно Было Пройти Мимо Этого Ну Скажем Так Досадного Недоразумения Если Бы Не То Что Случится Немножечко Позже Здесь Подъехал Прототип Еще 54 Вражеская Подъехала Собственно Последний Серьезный Противник И Остается Только Одна Единственная Вражеская Артиллерия И Здесь Начинается Концерт Остается У союзников Прототип Этот Супер Першинг И Две Артиллерии Одна Из которых Пишет За Артой Больше Опыта Дадут Типа Не Берите Едьте За Артой Каким Надо Быть Дебилом Ему Отвечает Супер Перш Едь Сам ГВ Пантера Ему Вторит Ищите Арту Дауны Ну Супер Перш Немножко Припугнув Вот Таким Незамысловатым Образом ГВ Пантеру Отъезжает Назад Здесь Еще Какой-то Т-43 Влазит Потом Су-14 Пишет Без Обид И Уничтожает Одного Из Союзников В лице Прототипа Забавный Случай Правда Это Называется Злостный Неберун Кстати Арта С первого Кила Союзного Не Голубеет Это Говорит О том Что В прошлых Боях Он Уже Нормально Накидал По Своей Теперь Смотрите Что Будет Дальше Супер Першинг Понимает Что Дело Пахнет Керосином Здесь Еще Агрится Вторая Арта И Он Решает Все Таки Убить Одного Из Союзников Убить Союзную Артиллерию В лице ГВ Пантеры Которая Там Что То Вякало В его Адрес Он Это Делает И Спускается Вниз Но В Отличии От Большинства Игроков Он Знает Где И Как Можно Засейвиться От Артиллерии Он Знает Что У Су 14 Плохая Траектор Он Просто Немножечко Подождите Я вам Покажу Что Су 14 Напишет Под Конец Все Таки В чате Гоняться Все Таки На Супер Першей Или На Прототипе За Вражеской Артой Это Бред Он Пишет Мне Тебя Не Видно Кнопки В А Сд Отменили Он Переехать Не Умеет Он Не Знает Как Это Делается Браво Зоро 1986 Ну Что Же Второе Место Господа Товарищи И У Нас Здесь Два Совершенно Независимых Друг От Друг Участника Сначала Гве Тыкает В Карту Показывает Туда Где Никого Нет Ни Союзников Ни Противников Там Пусто Потом Он Перезводится На Другой Фланг И Разумеется Первым Делом Что Он Делает Накидывает Своему 268 После Этого Он Как ни Странно Переезжает Переезжает Да Он Переезжает Представьте Себе Переехал Опять Свелся На Пустой Фланг Опять Потыкал В Мини Карту Опять Переводится На Другой Фланг И На Этот Раз Уже Достается И Су Третьему Ну Вот Примерно Так Далее В бой Вступает Следующий Участник Совершенно Независимо От Этого И Он Показывает Батчату Что Стоять В Кустах На Базе Это Не Его Занятие Батчат Должен Светить Батчат Должен Уничтожать Вообще Эта Машина Для Убийства А теперь Обратите Внимание На Каком Танке Находится Второй Игрок Да Это Объект 260 То Есть Фактически 260 Я видел Ну В основном Только У статистов Именно Они Они Обычно Тащат Они Показывают Скилл Они Профессионалы Своего Дела Потому Что Это Очень Непростая Задача Выполнить ЛБЗ Очень Непростая Но Наш 260 Показывает Только Батчату Где Его Место Уничтожая Его На 1800 ХП Снеся Ему И Только На Это Он И Способен Вместо Того Чтобы Поехать И Потащить Он Просто Набрасывается На Бата Который Стоял В Кустах А Может Быть Все Дело Вот В Этом Нет Дело Не В Том Что 48 Процентов Это Очень Мало Дело В Том Что Сложновато Задачка Для 48 Процентного Игрока Наводит На Мысль Что Это Могут Быть Подставные Бои А Даже Если И Не Так Даже Если Ему Удалось Это Сделать То Первым Делом Что Он Должен Был Делать На Этой Машине Это Не Расстреливать Союзника А Тащить Бой Это Означает То Что Он Это Может Но Походу Он Как Раз Таки Конкретно Он Этого Не Умеет Вот Уроды Ну И Наконец Первое Место Но Вопреки Вашим Ожиданиям Я Комментариев Здесь Давать Не Буду Дело В том Что У Того Кто Прислал Этот Реплей Отключен Чат И Я Так И Не Понял С Чего Все Началось Просто Массовая Драка Самое Главное Что Я Хочу Сказать Что Это Был Победный Бой Несмотря На То Что Здесь Сейчас Произойдет Ну А На Сегодня У Меня Соц Сетях С Друзьями Именно Этим Видео Во всяком Случа Автор Для Вас Старался Ну А Пока Пока 17 Местом У нас Ограничивается Злостный Артовод Который Ой Какой Злостный Злобный Сделать Что Нибудь Плохое Тем Самым Он Отправляет Ей В Корму Бронебойный Снаряд А Сам Отправляется В Автобанан Просто Светляк На Т71 Самый Лучший Игрок Лучший Лучший Разумеется Им Становится Голубой Борщ Голубой Борщ Голубой Борщ Интересное Выражение Надо Взять На Заметку И тут На сцене Появляется Объект 260 Блин Ёперный Театр Кстати О театре Неплохо Было Бы Сходить В Театр Третье Место Дубль 2 1 Пуск Крыша Поехала Поехала Крыша Поехала Крыша Третье Место Дубль 3 Так Тут Должен Был Быть Текст Который Я забыл Который Я забыл Должен Был Быть Текст Ну Ладно ГВ Пантера В этот момент Сводится 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 ГВ Пантера ГВ Пантера Сводится Ой Сводится ГВ Пантера Брюки Превращаются Пантера